итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас понедельник 9 октября давайте посмотрим на графики еврофунта и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что евро отреагировал в принципе как и британский фунт на высшую статистику по рынку труда сша да там уровень безработицы остался без изменений 3 8 процента но изменение часто занятых вне сельскохозяйственном секторе рост вместо запланированных 170 171 1000 составил 336 и намного превысил как вы понимаете прогнозы экономистов что и привело к такому крупному движению евро и британского фунта вниз и к укреплению американского доллара но затем покупатели воспользовались моментом набрали довольно много длинных позиций я видим что после такой коррекции движение вниз было довольно привлекательным и в итоге сумели даже добиться обновления дневных максимумов и собственно закрытие практически на максимумах недели аналогичная история у нас была и с британским фунтом и здесь можно говорить о том что восходящая коррекция по всей видимости будет продолжаться и дальше но для этого нужны хорошие фундаментальные поводы геополитические события которые будут радовать а не расстраивать речь сейчас конечно же конфликте очередном военным израилем сектора газа конечно тут уверенности инвесторам вся эта ситуация не придает и как мы видим соответствующая реакция рисковых активов активов резкое открытие гэпом вниз но большая часть уже практически по евро было перекрыты как и по британскому фунту и будем надеяться что спрос на рисковые активы будет постепенно возвращаться а конфликт который сейчас продолжается закончится довольно быстро что касается сегодняшнего дня и экономических данных давайте с вами посмотрим экономический календарь что кроме вышедших данных по изменению объемом промышленного производства германии которая сократилась в августе на 2 процента но напомню что сегодня уже октябрь поэтому значение за август не сильно представляет большой интерес у нас состоятся лишь выступления представителей европейского центрального банка и также выступит у нас член комитета по денежной политике банка англии и затем во второй половине дня состоится у нас ряд выступлений представителей федеральной резервной системы выходит у нас также сегодня индикатор уверенности инвесторов от сантехс посмотрим какие там будут показатели но тоже они имеют второстепенное значение для валютного рынка поэтому послушаем что скажут представители центральных банков в принципе более-менее с курсами политик пока понятно и вряд ли будет сделано какие-то кромкие замечания способны навредить евро британскому фунту либо оказать поддержку американскому доллару но много зависеть будет дальше от геополитических событий поэтому обращайте внимание и на этот момент так как все-таки ухудшение ситуации может привести опять же к укреплению американского доллара и к падению на рисковых активов что касается непосредственно теперь технической картины часовой график евро доллара конечно хотелось бы увидеть покупки в районе 05 35 наложный пробой здесь надо с хорошую точку входа в длинные позиции и идем на 0574 закрепление выше этого диапазона т сверху вниз откроет уже прямую дорогу на 0609 ну а выход за пределы этого диапазона позволит паре восстановиться к 06 44 где буду продавать сразу насколько неудачная попытка выбраться выше 0574 ложный пробой здесь сигнал на продажу отсутствие активности на 05 35 то есть спускаемся мы к этому уровню делаем ложный пробой вроде сигнал на покупку восстанавливаемся где-то примерно там пунктов на 10-15 и опять давление на евро возвращается в таком случае продажи но закрепление ниже этого диапазона ближе к второй половине дня приведет к еще на крупный крупному движению вниз уже в район к 0486 где посмотрю покупки на отскок в расчете на коррекцию в 30 35 пунктов что касается британского фунта здесь в принципе история ровно такая же защита медведями 22 22 ложный пробой на этом уровне сигнал на продажу идем в таком случае на 21 75 здесь ожидая проявления покупателей либо покупки на ложный пробой 21 41 если никого нет на этих двух уровнях то длинные позиции только на сколько 21 08 если быки забирают 22 22 ближе уже ко второй половине дня закрепление выше этого диапазона тест сверху вниз придет наверняка крывку в район 22 68 с перспективой 23 27 где буду продавать сразу на отскок с коррекцией в 30 35 пунктов ну а короткие позиции 22 22 ровно как и 22 68 только при формировании ложного пробоя всем удачи в Продолжение следует...